Всех приветствую на своем канале Мне очень много писали И просили меня протестировать Карбюратор ПЗ-30 на Двигателе Lefan КП-460 Я это сделал для вас Хотя хочу сказать сразу Что карбюратор КАШ-68 на этом моторе Меня полностью устраивал Кто не посмотрел Видео как ехал буксировщик С карбюратором КАШ-68 Обязательно посмотрите Ссылочка сейчас появится вверху Ну и прежде чем мы начнем Я еще раз хочу объяснить Для чего же Все я это затеял Мне многие пишут и говорят Для чего Вы меняете штатный карбюратор Который Собственно предназначен Для этого мотора Который разрабатывался Японскими конструкторами Мол что вы умнее чем Японские конструктора Нет конечно Я не умнее чем Японские конструктора Но хочу заметить Что этот двигатель Изначально разрабатывался Совершенно для других целей Этот двигатель должен был Работать в составе силовой техники А именно генераторы Мотопомпы И рассчитан этот двигатель На работу на постоянных оборотах Поэтому по моему мнению Данный карбюратор Не подходит для этого мотора Что именно не понравилось Мне в этом карбюраторе Первое Это невозможность запустить Горячий мотор Без закрытия Воздушной заслонки То есть Всегда нужно вылезать из саней И закрывать воздушную заслонку Только после этого Двигатель запустится В данном случае Я вынес кнопку запуска Стартером на руль И мне очень и крайне неудобно Запускать горячий мотор Вылезая из саней И закрывая Постоянно эту воздушную заслонку Но это не самая главная цель Установки на этот двигатель Другого карбюратора мотоциклетного типа Основная цель Это, конечно же Иметь запас мощности Который можно использовать Кратковременно Ну, к примеру Для того, чтобы выскочить На какой-то затяжной подъем Эксплуатация Еще раз повторю Мотора на максимальных оборотах Запрещена То есть, если вы будете ездить Постоянно На максимальных оборотах При отключенном регуляторе То очень быстро Двигатель придет в негодность Я думаю, это понимают все Но, тем не менее Я еще раз повторяю Что сопоставьте этот мотор Со своим автомобилем Мотоциклом и так далее Если вы ездите На этой технике Постоянно на максимальных оборотах То у вас Ни одна техника Работать просто не будет И в завершении Еще раз хочу сказать Для тех людей Кто хочет написать Комментарий Что это неправильно Что такая переделка Убьет мотор Хочу вам сказать Что Я вас не заставляю Ставить на свои буксировщики Мотоблоки Или другую технику Карбюраторы К-68 Или ПЗ-30 Вы можете Ездить на том карбюраторе Который вас устраивает Это видео Ориентировано Исключительно На тех людей Которые Решились на эту переделку Которые решили Поставить себе Один из этих карбюраторов Вроде Все сказал Ну что Погнали смотреть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну вот, вот такой вот переходничок получился. Сейчас будем размечать и сверлить отверстие под шпильки и под отверстие крепления уже к двигателю непосредственно. Вот такие вот шаблончики я изготовил. Вот такие вот шаблончики я изготовил из жести для того, чтобы размечать отверстие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас будем накладывать эти шаблончики вот таким вот образом и отмечать отверстие. Ну и заодно, думаю, сразу обрисую контур и срежу его болгаркой, чтобы он не мешался. В дальнейшем это как раз будет сторона около мотора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА